Нам нужно добиться перемирия. Я не знаю, можно ли это сделать. Я думаю, что это очень сложно сделать, но это нужно сделать любой ценой. Цель всего, что происходит сейчас, это добиться перемирия. И я думаю, что это займет еще очень долгое время. И я надеюсь, что украинская сторона также пойдет нам навстречу. Но пока, честно говоря, не вижу позитивной картины. Потому что я знаю, что Украина запрещает не только телеканалы, например, тот же самый РБК, они запретили 5 дней назад, украинское телевидение. Они запрещают, тоже наводят 4 пакета санкций. Сегодня слышала на радио против России. Поэтому я думаю, что мир займет очень-очень долгое время. Но нам нужно решать этот вопрос каким-то дипломатическим путем. И здесь я надеюсь, что Украина пойдет на свои уступки, понимая, что все-таки их граница с Российской Федерацией, просто чисто территориальная приближенность и какие-то кровные связи с Россией. Намного важнее желание вступить в Евросоюз и намного важнее какой-то загадочной поддержки Америки. То есть мы здесь просто надеемся, что у них ума хватит как-то договориться с Российской стороной и пойти на какие-то уступки. Спасибо.